Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтире По имени Господи Царя Давида и всю крутость его Мы опять находимся в группе псалмов Асафа И будем сегодня читать 76-й псалом В целом это небольшой псалом, он содержит в себе 21 стих Например, следующий псалом содержит в себе уже 72 стиха Но это будет 77-й псалом А что мы знаем о 76-м псалме? В православной толковой Библии говорится следующее Псалом написан при тяжелых обстоятельствах Это стих 3 Которыми потрясен автор На это указывает стих 5 Он не видит помощи Божией События же совершаются одну грознее другого Так что писатель с недоумением и ужасом спрашивает Неужели навсегда отринул Господь и навсегда перестала милость Его? Это 8-й и 9-й стих этого псалма А в написании этого псалма по тексту Саптуагенти в конец То есть здесь есть тема, связанная с концом мира Через иди фума Через иди фума Ну, некоторые считают, что Это может быть инструмент, а может быть руководитель хора Есть как бы два взгляда Псалом Асафа Церковно-славянское написание Оно всегда следует за Саптуагентом Это, наверное, вы уже выучили Читаем Начало псалма Мы прочитаем со 2 по 5 стих Потом посмотрим, как это звучит на языке оригинала С оригинала Глазом моим я ко Господу возвал Глазом моим к Богу И Он внял мне В день скорби Моей Бога Искал я руками моими Молился Ночью пред Ним И не был обманут Душа моя Отказывалась от утешения Вспоминал я Бога И веселился Размышлял И молодушествовал дух мой Предваряли ночные стражи Очи мои Смущен я был И не говорил Теперь посмотрим, как это будет с еврита Мой голос к Богу Кричу я К Богу Меня выслушай В день моего утеснения Моего господина То есть создателя Прошу Ночью Рана моя Сочится Не переставая Моя душа Не желает Утешиться Поминаю Бога Я Истинаю Жалуюсь И собой Облекается Дух Мой Ты Бессонными Держишь Мои Глаза Я потрясен И не могу Говорить То есть при любом прочтении С текста Септуагинты И с еврейского текста Мы видим очень такую Скорбную картину Теперь разберем О чем здесь говорится Глазом моим Я к Господу Возвал Глазом моим К Богу И он Внял Мне А можно как-то иначе Возвать К Богу Да, можно Сердцем Когда человек Взывает Сердцем Господь Быстрее Может услышать Но в этом случае Говорится Что он Глазом Возвал И Господь Не отверг Звук этого Глаза И он Внял Мне В каком случае Глаз Точно будет Услышан Богом Когда это Вопль Отчаяние Кстати Вопль Это не всегда Крик Глухой Вопль Это заноза Боли Которая Пронзает Сердце И душу Человека Его Мозг И вот Далее Описывается Такое Состояние В день Скорби Моей Бога Искал Я Руками Моими Что значит Руками Моими Имелось Ввиду Молился Молился В каком случае Человек Молится Руками Феодорит Кирский Пишет Простирая Их Ночью В молитве То есть Воздевание Рук Усиливает Молитвенное Чувство В день Скорби Моей Бога Искал Я Руками Моими То есть Молился Ночью Пред Ним И не Был Обманут Душа Моя От Казывалась От Утешения Почему Потому что Она И получила Это Утешение Когда Он Молился Глазом Воплем Воздевая Руки Вспомнил Я Бога И Веселился Размышляя И Молодушествовал Дух Мой А как Это Взаимосвязано Вспомнил Бога Веселился Размышлял И Молодушествовал Дух Мой Феодорит Поясняет Когда Беседовал Сам Собою Вне Веры И Упования На Бога Тогда Приходил Смущение То есть Имеется Ввиду Человек Вспоминал О радостных Моментах В своей Жизни Когда Бог Ему Помогал Но При этом Воспоминание Он оставил Молитву Он Прекратил Молиться Прекратил Воздевать Руки Произносить Слово Молитвы Глаз И Дух Может Молодушествовать Даже Тогда Когда Человек Вспоминает О Боге Веселится Духовно Размышляет О Духовном И Молодушествовал Дух Мой Такое бывает Предваряли Ночные Стражи Имеется Ввиду Что Он Не Спал Ночью Ночные Стражи Были Ночные Стражи В те Времена Было Несколько Страж Шемурот Это Бодрствующие И Пробудившиеся Подобно Тому Как Бодрствующие Ночью То есть Охранник Стражник Называется Шомер Это Страж Не Дремлющий И Также Его Окружающие То есть Помогающие Ему Совершать Нести Стражу Стражник То есть Я вспомнил Я вспомнил Исповедовал Вдруг Другой Грех Какой-то Всплыл А Когда я И от Этого Греха Забылся Вдруг Вообще Я себя Поймал На том Что я Ублажаю Себя Каким-то Греховным Воспоминанием Это Все Очень Опасно Поэтому Мы Действительно Должны Быть На Страже Это Очень Важно Помнить Предваряли Ночные Стражи То есть Образы Воспоминания Очи Мои Смущен Я Был И Не Говорил Помышлял Я О Днях Древних И Вспоминал Лита Вечная Ну а тут Вообще Непонятно Как Человек Может Вспоминать Лита Вечная О чем Это Феодорит Пишет Сколько Явил Господь Благодеяний Предкам Евреев То есть Лита Вечная Который Он вспоминал Это Он вспоминал То что Написано О его Народе В Писании И эти Слова Его Как-то Утешали Кстати Я заметил Когда Какая-то Тоска Обрушивается На меня Берут Томик Карамзина И начинают Читать Русскую Историю Историю Государства Российского А те Из вас Которые Читали Историю Государства Российского Наверное Помнят Карамзин Пишет Историю Надо Учить Для того Если Мы Живем В плохие Времена Мы Узнаем Что Были Более Худшие Времена А если Мы Живем В хорошие Времена Мы Узнаем О том Что Были Еще Более Хорошие Времена То есть Действительно История Это Как Некое Зеркало В которое Мы Сматриваемся Судьба Нашего Народа Это Наша Судьба Размышлял Я О днях Древних То есть О прошедших И вспоминал Лета Вечная То есть То что В вечность Ушло И Поучался То есть История Научает Нас История Нашего Народа Карамзин Так и Пишет История Любой Нации Это Священная Книга Этой Нации Так он Пишет Об истории Государства Российского В предисловии Ночью Ночью В сердце Моем Я Размышлял И дух Мой Испытывал Что значит Испытывал Дух То есть Как бы Буквально Копал Рыл То есть Из греческого Получается Как бы Рылся В своей Душе То есть Тщательно Разузнавал Пытаясь Вспомнить Все И вся Такой-то Самоанализ Но не ради Самоанализа Как у психологов А для того Чтобы вспомнить Может быть В чем-то Мы не Исповедовались Или Не Возместили Ущерб Нанесенный Кому-либо Очень важно Не только Покаяться в грехе Но и вспомнить О нанесенном Ущербе Помните Как закей Который Раскаялся Он встал Пред Господом И сказал Половина имения Я отдам Нищим А кого обидел Опоздам В четверо Это было Настоящее покаяние Не просто Покаяние уст Но и плод покаяния Уже ли Навеки Отвергнет Господь И более Не будет Благоволить Спрашивает Псалмопевец Или Навсегда Милость свою Пресечет Уже ли Окончит Слово Из рода В род Что значит Окончит Слово Утешение И вразумление Так Комментирует Блаженный Ироним Неужели Господь Прекратит Утешать Нас Словами Уже ли Бог Забудет Оказывать Милость Или Удержит Свои щедроты Во гневе Своем И мы Сдаемся Таким вопросом И мы Должны Помнить Что однажды Все-таки Наше Стенание Наше Неудобство Окончится Нашей Физической Смертью Но в Зависимости От того Будет ли Это Христианская Кончина Или Мы Неподготовленными Покинем Этот мир То ли Смерть Будет Для нас Приобретением То ли Потери Всего И самих Себя Как апостол Павел Пишет Для меня Жизнь Христос А смерть Приобретение То есть Если мы Живем Христом То для нас Это приобретение Это встреча С Христом А кто Не живет Христом Он теряет Возможность Покаяться Измениться В лучшую сторону И сказал Я Ныне Я начал Понимать То есть Ныне Я Уразумел Так Поясняют Святители Афанасии Феодорит Что Знание Пришло К нему И Это Знание Помогает Ему Ныне Я Начал Понимать Это Изменение Десницы Вышнего А что Это значит То есть От Господа Попущены Нам Страдания Вот такое Объяснение Дают Дают нам Отцы То есть Когда мы Начинаем Понимать Что мир Существует Не сам По себе И Процессы Которые В этом Мире Это Не Случайные Столкновения Каких-то Элементов А это Часть Божьего Замысла Божественные Промыслы Действуют Сотворив Мир Как я Часто Говорю Бог Не Устранился От Управления Этим Миром И Далее С 12 Стиха Вспомнил Я О делах Господа Ибо Буду Вспоминать Об Изначальных Чудесах Твоих Может быть Под этими Изначальными Чудесами Имеется Ввиду Сотворение Мира Это Возможно И Буду Поучаться Во всех Делах Твоих И Размышлять О деяниях Твоих В чем Важно Прославлять Бога Вспоминая О его Деяниях О чудесах Его Это Акт Прославления Создателя Боже Во Святом Путь Твой Кто Бог Столь Велик Как Бог Наш И Как Церковь Поет С Нами Бог Разумейте Языцы И Покоряйте Яко С Нами Бог И Здесь Псалмопевец Сосав Кто Бог Столь Велик Как Бог Наш Он Не Сравнивает Бога Нашего С Какими-то Другими Богами Для Него Есть Один Бог Ты Бог Творящий Чудеса Возвестил Народом Силу Твою Ты Избавил Мышцею Твою Народ Твой Сынов Иакова И Иосифа Увидели Тебя Воды Божьи Увидели Тебя Воды И Убоялись Стрепетали Бездны О чем Это Или о том Как Раступились Воды При Переходе Сквозь Черное Море Не Случайно Здесь Вспоминается Иосиф Потому что Евреи Исходили Из Египта С мощами Иосифа Потому что Они Несли Саркофаг Где Набальзамированные Были Останки Иосифа Увидели Тебя Воды Божьи Увидели Тебя Воды Убоялись Вострепетали Бездны Давайте посмотрим Как это Близко К оригиналу Тебя Увидели Воды Божьи Тебя Увидели Воды Встрепенулись Также Дрогнули Бездны И Этот Текст Он связан И С Богоявлением То есть С крещением Господнем Когда Господь Вошел Воду Иордана Иордан Ощутил Что это Творец Я не знаю Как Может Вода Что-то Ощущает Но Говорят Что Вода Запоминает Даже Протоки По которым Она Текет И Когда Там Какие-то Делают Преграды Она Всячески Старается Их Обойти Увидели Тебя Воды Божие Увидели Тебя Воды Убоялись Втрепетали Бездны Это 17 стих Здесь Дрогнули Бездны То есть От страха И далее 18 Излились Водами Тучи Глаз Издали Высоты Заоблачные Так же И стрелы Твои Разлетелись Это Молния Твоего Грома Глаз В круге Небесном Молния Осветили Вселенную Дрогнула И Затряслась Земля В море Твой Путь И Тропа Твоя Водах Великих Но Ты Следов Не Оставляешь Следов Твоих Не Распознать Ты Вел Как Стадо Овец Твой Народ Рукою Маше И Аарона Это Близкий К дословному Но Мы За основу Берем Все-таки Септуагенту Увидели Тебя Воды Божие Увидели Тебя Воды И Боялись Трепетали Бездны Сильный То есть В жизни В жизни В жизни Каждого Из Нас И Без Него Ничто Не Может Существовать Ибо Как Сказано В Писании О Боге Все Им Движется И Существует И Последний Стих Этого Псалма Ты Вел Как Овец Народ Твой Рукою Моисея И Аарона А почему Здесь Сказано О них Имеется Ввиду Чудесный Проход Черное Море Служивший Утешением Для Псалмопевца Среди Скорбей Страданий Его Народа То О чем Мы читали Ранее Он Размышляет О вечных Древних Временах И Вспоминая Как Бог Помогал Его Народу Он Задумывается Бог же Селеный Мне Помочь Так и Русский Человек Когда он Впадает В отчаяние Возьмите Русскую Летопись Возьмите Задонщину Это Описание Куликовской Битвы Таким Прекрасным Древнеславянским Слогом Она Как Песнь Это Задонщина Вспомните О славных Моментах Истории Вашей Собственной Семьи Вашего Собственного Рода Вспомните Личные Какие-то Радостные Моменты И они Согреют Вашу Душу Успокоят Сердце